Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет, кто смотрит наш телеканал! Мы рады вас приветствовать и мы вновь уехали из Пензы и снова нашим направлением стала ИСА. В прошлый раз мы говорили про масс-рестлинг, дисциплину пока что все-таки экзотическую. Сегодня возвращаемся к корням, к традиционным видам спорта и обсудим армрестлинг. Несмотря на то, что данная спортивная дисциплина не является олимпийской, с каждым годом поклонников этого вида спорта становится все больше. Ну а наша задача в рамках этой программы попробовать на себе, узнать, что это такое, как там тренируются, какие есть подводные камни. Ну и, конечно же, потом резюмировать, стоит ли это пробовать вам. И мы, конечно же, вам порекомендуем. Ну и в конце устроим небольшой спарринг, найдем себе достойных соперников, а если она не испугается, то, в принципе, можем посоревноваться и друг с другом. Все это вы увидите в течение этой программы. Не будем откладывать, поехали! Итак, начинаем нашу тренировку. И заниматься с нами сегодня будет Владимир Сергеевич Грушин, президент Федерации армрестлинга Пензенской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Петр! Итак, с чего мы начинаем-то, в общем-то, заниматься армрестлингом? Начало тренировки всегда строится из-за разминки. Затем мы уже переходим к определенной тренировке, будь это общефизическая, либо специализированная. Если я правильно понимаю, то армрестлинг, так как нам будут, в большей части у нас будут задействованы руки, то здесь мы и делаем упор. Естественно, да. То есть наша тренировка, она раскидана на недельный цикл. Из них две тренировки составляют общефизическая подготовка и три тренировки специализированные. Армрестлинг – силовая борьба на руках. Этот вид спортивных единоборств появился в 1952 году в штате Калифорния. И уже через три года, в 1961-м, прошел первый международный чемпионат по армрестлингу. Несмотря на регулярные турниры, этот вид спорта не входит в программу Олимпийских игр. В Советском Союзе первые соревнования прошли в 1989 году при участии советских, американских и канадских спортсменов. К сожалению, наша команда тогда потерпела поражение. После работы над ошибками, российские спортсмены не раз становились победителями и призерами мировых первенств. Благодаря чему нашу команду по армрестлингу по праву считают одной из лучших в мире. Распрямляем, отведение натягиваем и начинаем скручивать к себе. Да, отлично. Без корпуса. Вообще без корпуса. Да, не торопясь, надо проработать качественно разгибатель. Не, ну так-то не простое упражнение, поэтому спарринг может получиться сегодня вяренький. Чуть разворачиваем, чуть натягиваем плечу, и также ведем скручивание. Не надо торопиться, надо максимально до прямой руки, и закручиваем максимально глубоко, закручиваем здесь. Ну, интересно в целом, интересно. Сразу понятно, где оно пригодится, как бы уже в процессе армрестлинга. То есть тут смысл в чем? Мы ее накручиваем вот таким образом, и когда мы ее делаем, она нам пытается раскрыть пальчики, которые держат. То есть она пытается раскрутиться. То есть мне будет сложнее? Конечно. Да, и закручиваем, закручиваем. Да, вот так, хорошо, все. Раскручиваем. Вот, и по-новому закручиваем. Отлично. Я чувствую, как тебе тяжело. Мне непросто. Вы знаете, на левую руку... Полегче, да? Нет, думала, хуже будет. Она все-таки не основная. Как все щелкает. Все впустит. От пальцев до пальцев. Вот таким образом. И закончим. Сейчас, если дам больше веса, сразу будет чувствоваться нагрузка на пальцы. Сейчас будет непонятно. То есть лямки, либо обычная стальная ручка. Давайте больше весу. Если больше дадим, то будет чувствоваться прям пальцы. Фаланги пальцев будут грузиться совсем по-другому. Но тут, конечно, запястье сильнее устает, чем в прошлый раз немножечко. В армрестинге три основных вида борьбы. Борьба верхом, борьба в крюк, в бицепс по-другому. И борьба в боковое движение, боковой нажим в трицепс. Чем отличаются? Отличаются тем, что абсолютно разные виды. Нужно подстраиваться под соперника. То есть в процессе соревнований мы изучаем соперника, как борются. И, соответственно, быстро меняем технику и тактику по отношению к сопернику. Это три метода борьбы. Основных, да. То есть, в принципе, соперник может играть по своим правилам. Конечно. А его противник должен под них подстроиться. Да, это не просто так. То есть нет такого, что говорили заранее? Нет, конечно. То есть это нужно быстро все в процессе поединка. Все быстро перестраивается. Движение называется пронация. Укрепление кисти для борьбы верхом. Угу. То есть сейчас я беру специализированную рукояточку такую. Здесь мы вес сейчас убавим. Это для печи. Вот. Берем руку специально. Угу. Лямка проходит по кисти. Исходные положения. Таким образом. И мы ее включаем вот сюда вот. Вот сюда, да. То есть, когда идет борьба с соперником, это имитация выбить кисть у соперника в процессе борьбы. Как ощущения? Да нормально, на самом деле. Чуть разворачиваем. Да, да, да. Что было сложнее? Эта или первая? Вот предыдущая. С вот этой вот лямкой раскручивающейся. Так, разгибаем кисть. Вот так. Вот так. А-а-а! И потом с этого положения. То есть нижнее положение около 90 градусов примерно. Да, больше кисти уработаем. Начинаем. Да, вот, вот, вот. Все правильно. Начинаем движение с кисти. Кисти. А, сначала закручиваю кисть. Вот так. Все это одновременно делается. Хоп! При борьбе очень сильно нужно отведение того, чтобы у тебя кисть держалась. Иначе она у тебя провалится. А если она у тебя провалится в процессе борьбы, тебе ее, как правило, выбивают. Для этого мы можем использовать вот такое простое упражнение. Также берем эту лямку, зажимаем, проводим ее через первые фаланги. Вот таким образом. Отведение здесь натягиваем. Зажимаем верхним пальцем. Здесь зажимаем все. То есть не так. Мы его натянули. Опускаем. Поднимаем. И чтобы при этом оно не проваливалось. Отведение, естественно, проваливаться не должно. 45 градусов было. Да. И опускаем где-то до угла 90. Поднимаем. Ну, вроде не проваливается. Не проваливается, да. Но вот это вот прям наиболее приятно, я бы сказала, делать. Потому что оно не единственное пока что получается. Но это ближе к стандарту тренировки бицепса вообще. Сейчас уже проваливается. Вот, хорошо. Ну да, это на самом деле потяжелее. Потяжелее? Как ни странно, да. А мне наоборот проще показалось. То есть мы берем ручку уже в другую сторону, чтобы лямка у нас проходила снизу. И супинируем вот сюда. И заворачиваем. Также я ее разгибаю до 180 градусов прямой. И скручиваю. Вот таким образом. Это называется супинация кисти. И супинируем, разворачиваем кисть в другую сторону. Кистью работаем больше. Не рукой толкаем, а именно кистью. То есть смысл мы сейчас делаем супинацию кистей. Так, локоть я прижала и... И супинируем вот сюда вот. Вот так. Вот такое положение. И скручиваем ее все. Почему у меня с каждым разом все сложнее и сложнее? Рука устает. Почему? Потом будет проблематично покушать. Кисти зальются. Тоже нужно. Недооценил я армрестлинг. Думал, сейчас грубой силой возьму. Оказалось, не получилось так с наскока. Но вот так вот вышло, что оказывается, как в любом виде спорта, здесь важна техника, тренировки, ну и, конечно же, самодисциплина. Кстати, я пока готовилась к этой съемке, я посчитала про пензенских армрестлеров. Много чего узнала. И оказывается, данный вид спорта сейчас на подъеме. Да, это действительно так, кстати, да. Чемпионов у нас немало регулярно. Ребята выигрывают турниры. Ну и популярность, в общем-то, растет. Ну так, давайте же узнаем, как же развивается этот спорт в пензенской области. Многие считают, что армрестлинг – это просто способ помериться с силами. На самом деле, народная забава давно превратилась в настоящий спорт. В нашей стране силовая борьба на руках была признана официальной спортивной дисциплиной еще в начале 90-х. Ну а в пензенской области федерация армрестлинга появилась в 2014 году. Под эгидой этой организации ежегодно проводят минимум 4 турнира, в том числе и крупные межрегиональные соревнования. Центром развития этого вида спорта в Сурском крае стала ИССА. Потому что сам я родом из ИССА, живу на постоянном месте жительства в ИССА, сам являюсь тренером-преподавателем. И вот как-то потихонечку самому мне было интересно. Сам я первый раз выступил еще в 2008 году. Тогда чемпионат области проводили раз в год на базе Тельхозакадемии. Ну и состав участников было 20 человек максимум у нас было. Мне это понравилось и я стал развивать Афритспорт. В последние годы развитие армрестлинга в регионе шло довольно-таки активно. Почти в половине районов области есть спортсмены, занимающиеся этим видом единоборств. Сейчас в Пензенском регионе 5 мастеров спорта, более 50 кандидатов, есть победители и призеры первенства России. Наши спортсмены выступали на международных соревнованиях, как первенство Европы, первенство мира. В принципе, динамика только положительная. На наше соревнование сейчас приезжает от 100 человек, бывало даже под 150 человек. Последний турнир, который мы провели в мае этого года, посвященный Дню Победы, это уже наш пятый турнир межрегиональный. У нас было 8 регионов и более 120 участников. Очень хороший состав, сильные участники. Нам доверяют, к нам приезжают. Людям у нас нравится. В октябре в планах Федерации армрестлинга провести чемпионаты первенства региона. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная Пензенской области. Ну а в дальнейшем любителей помериться силой ждет еще немало состязаний и турниров различного уровня. Базовое упражнение для бицепса, подъем штанги стоя, также может осуществляться сидя. То есть берем стандартный. Руками от себя, получается, ну пальчиками от себя. И делаем подъем. Также можно делать сидя. А какой-то тест. Здесь 50 килограмм. Это базовое упражнение для бицепса, которое используется в основном при борьбе в крюк. Также можно сделать такой же гнутый гриф, получается. Он кругленький. Ну такой, закругленный. Закругленный, да. То есть это уже упражнение будет в основном на плечи лучевую мышцу. И будет использоваться в основном в технике, когда мы боремся вверх. Потому что укрепляется луч. А в данном случае укреплялся бицепс. Хват меняется. Уже узкий. Кисть разворачивается в другую сторону. И там тоже 50 килограммов? Нет, тут поменьше. Тут по 15 сейчас каждый. То есть... Здесь 40 килограммов. 40, да. То есть здесь это вот так, да, делается? Да. То есть если бицепс кисти развернуты в плоскости, то луч кисти изогнуты. Какой выбираешь? Да мне ни одна, ни та, ни другая не нравится. Я думаю, что вот эту. Успехов тебе! Здоровья! Я в тебя верю. Спасибо, конечно. Боюсь, не поможет. Ну, ну ты ее хотя бы поднял. А может, и поможет. Немножечко. Не, ну делать по-правильному, конечно, тут без должной подготовки заранее тяжело. Потому что все равно приходится корпусом дорабатывать. И правильно дышать. Ну ничего страшного. На выдохе. Вот про дыхание во время тренировок я знаю. Берется ручка, она вращается. Диаметр ее 60 миллиметров. Вертикальный гриф, вешается вес. Все. И осуществляется подъем. Кажется, вроде бы все просто. Но так как она вращается и достаточно толстая, то нагрузка в первую очередь идет на пальцы, которые ее держат. С легким весом проблем никаких нет. Угу. Вот. Но если мы будем прибавлять веса с каждым подходом, так скажем, идти в пирамиду тренировки. А как все-таки должна ладонь быть расположена? Вверх или же боком? Нет. Ее можно подкручивать? Угу. Без проблем. Но если тут вес будет больше, она будет раскручиваться по тяжести. Вот так. Давай, я в тебе верю. И просто поднимаю. И просто поднимаю. В локте можно не сгибать. Просто нужно поднять. Так? Да. Можно ножками доработать, просто ножками чуть приседать. Нет, просто она как будто низковатая. То ли я низковат, то ли она низковатая. Со скамейки можно это делать? Нет. А смысл? Нет. Не плохо? Просто нужно до пола касаться. Да, до пола. Вот. Ну, конечно. Вот где была загвоздка. Я поэтому сказал про ножки. Да. Раз. Можно в ногах немножко приседать. Да, мне нормально. Каким образом беру? Беру. Да, все правильно. И подъем. Да. Спину выпрямляем. Да. Вот. Хорошо. Ну, знаете, это мало отличается от того, что я там набреду на какую-нибудь распродажу там или в Новый год, как пойду затариваться продуктами. Примерно такие же тренировки у меня вот каждое 30 декабря. Пальчик большой закрываю. Я вот эти пакеты как потяну, потяну, и как пойду с ними пойду. Ой, так приятно. Вот это я понимаю. Вот эта тренировка, она должна приносить удовольствие. Только тогда будет положительный выброс эндорфинов у тех самых необходимых. Не упадет мотивация заниматься. Так поднимаю? Да. Вот это я понимаю. Гораздо лучше. Но у меня все равно напрягается бицепс. Потому что нужно... А, нет, теперь я чувствую лучше. Отведение чуть натянуть на себя и поднимать, чистить плечи лучевое. А вот теперь я чувствую лучше. Да. Тут нужно понять, чуть-чуть кисти поставить. Сейчас уже лучше. Техника такая. Правая рука, боремся. Правая нога вперед. Она упирается у нас вот в стол. Да. Корпус мы прижимаем к столу, бедро, либо живот, в зависимости от роста. Берем захват. Ручку берем за поручень. Да. Открываем захват. Борьба верхом. Будет происходить пронация кисти. Нет, вот сейчас напрягаются, а то сейчас будет больно. Ну как ты, не надо. Я нервничаю. Мне некомфортно. Пронировать кисть. То есть? Я выбиваю кистью через пальцы. Вот таким образом. То есть ее нужно загнуть. Да. Пронация нужно. Пронируем. И тем самым теряется управление. Конечно. То есть если мы сопернику выбиваем кисть, то это уже будет достаточно проблематично для него дальше бороться. То есть все, расслабьтесь. Окей? Вот так? Да. То есть вот так объединяем натягиваю. И получается движение вот сюда вот. Да. Локоть вот этот лучше сделать. Поднять ручку, чтобы можно было скользить по столу. То есть вот сюда вот. Да. И на левую ножку можете чуть приседать. Да. И погнали наверх. Вот сюда. Отведение натягиваю. Да. И вот таким образом. Кисть соперника разворачиваем сюда. То есть смысл в том, чтобы мои пальчики были... Где? Вот здесь? Да. Разогнуты. Вот так? Да, да. О, теперь понятно. Так, ладно, пробуем. Да. Как-то так, да? Рука и вся масса тела приходит. А, да. Ну, и я как-то это по старинке пытаюсь одной рукой. То есть надо вот так как-то, да? Вот сюда, да. Да. Все это едино двигается. Едино. Рука, корпус, все идет туда. Вот. Да. Следующая техника – это борьба в крюк. Так. Включается она совершенно. Закрутить? Все правильно. Это будет проще сейчас гораздо. Обувателю, так скажем. То есть принимаем позицию все то же самое. Упираемся, ножки, ручки. Так. Цель – с исходного положения закрутиться в бицепс. Угу. Да, вот сюда все это нить. Иг. Вот, да. Вот, и… Да, то есть двойное движение идет. Первое – мы скучиваем кисть. Второе – мы добавляем. И все. Да. И… Локоть поднимать нельзя. Она сама. Это не честно и бесправедливо. Еще ничего не делал. Ну как это дичь? Ха-ха-ха. Что, думали я вас не победю? Я вас победю. Сейчас. Я вам телом не прижалось. И локоть не вырылгла. И ногой укрышь еще как следует. Нет, точно. Так у меня нога не дотягивается. Вот так вот. Что борется в эту технику, если люди среднего роста Они в основном используют официальные поднимающие подставки, чтобы им залезть выше и сделать нажим сверху вниз. Так, ладно, я еще попробую. А как выбираются для спарринга соперники? По весовым категориям так же? Для спарринга и для соревнований. А что такое? От не одной кожи? Вот мы сейчас спаррингуемся. На соревнованиях спарринг. На соревнованиях у нас есть. В общем, противники как подбираются? Я вот сейчас вам расскажу. Соревнования проходят как по возрастным категориям, так и по весовым. В основном весовые категории идут через 5 кг, начиная с 50. 50, 55, 60 и так далее до 100. То есть моя весовая категория со мной только 50? Только 50. То есть это те девушки, которые будут весить не более 50 кг. То есть 49, 45. Ну и то, чтобы ты вот как-то вот и висела, вот чтобы это так не работало. Мне нужно быть в 39 кг. И мы выйдем в первую категорию. Так, то есть корпус прижимаем. Сюда локти, мы проваливаемся, мы начинаем лейбать. И... Так, прекрати. Ладно, ладно, ладно. Две победы сразу. Так, теперь доходим до трех, и ты мне будешь должен колу. Давай. Ну почти. Ну почти, да. Ну это не так технично, конечно, было. Мы ставим захват на середину. То есть вот у нас середина, ручки, шильдик. Плечи разворачиваем параллельно к столу. Хорошо. Кисти у нас ровные. Команда будет реди-гу. Реди-го! Побереги кисти. Я же тебя сломаю. Пальцы закрыли. Реди-го! Победа. Не, ну тут неравный бой, очевидно. Очевидно неравный. Ну за первоклассника я вполне сойду. Сойдешь за первоклассника? Я победил первоклассника. Нормально. Реди-го! Ну так, конечно, нельзя у нас. Ну да. Да можно! Это не будем засчитывать ей за проигрыш, поэтому 10 раз не будет приседать. Да, ну ладно, победила дружба, вы были достойным соперником. Спасибо, спасибо. В следующий раз. Ну, чисто, получается. Подготовитесь, приходите, да. Потренировались хорошо, ручки забились. Поделимся впечатлениями. Рассказывай. Ну, во-первых, тренировка была для меня новой и необычной. Помогла мне определить мои слабые стороны в плане моего общего физического развития. И дало понять о том, что вот здесь вот есть бицепс, и как он работает, и для чего он может пригодиться. Ну, в целом, мне очень понравилось. Нет, ну я о существовании бицепса у себя догадывался, но вот локти, конечно, надо беречь. И вот так вот сразу полную нагрузку, наверное, брать все-таки не стоит. Но в целом, мы на себе все испытали, проверили, и теперь спокойно можем рекомендовать попробовать этот вид спорта. Занимайтесь не только сами, но и прививайте любовь к спорту своим детям. Приводите их в секцию с 12 лет, и кто знает, может быть, они сделают хорошую спортивную карьеру. А мы с вами на этом прощаемся. Увидимся совсем скоро. Будьте в движении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...